В Архангельске, я напомню, сегодня в здании ФСБ прогремел взрыв. Это случилось примерно в 8 часов 50 минут утра. По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок. Из здания выбежали два человека. Известно об одном погибшем и трех раненых, которые в тяжелом состоянии сейчас находятся в больнице. Что на самом деле произошло, точно пока неизвестно. Экстренные службы никаких комментариев не дают. Сильный хлопок был слышен даже в привокзальном районе. Взрыв был такой силы, что входная дверь оказалась сильно повреждена. И вот, что говорят очевидцы первой комментарии. Я увидела, я стояла, птиц кормила. И глухой шлепок, осколки. Ну, два человека успели выйти, третьего накрыла. Выйти из здания? Из здания. А вдруг был перед зданием? Внутри. Внутри. Я только слышала, там стоны видно, очень много людей пострадало. Мы просто слышали, что здесь что-то бухнуло. Бухнуло. Ну, видимо, взрыв какой-то был. И уже забрали одного человека в реанимацию. Вот машину реанимации. Только одного? Пока одного, вот, примерно одного, да. Потому что, а сейчас, видимо, что-то будут они обезвреживать, потому что спросили, отойти подальше. Ну, услышали, наверное. Я видела, как бы, когда проходила, значит, подъехала скорая, значит, на крыльце что-то лежало, чёрное что-то там, как бы, как видим, непонятно. А вот выносили одного человека, как бы, на носилках, и голова была в крови. Хлопок был один, сильный, наподобие, как взорвался газ в здании ФСБ. Пока силовые структуры информацию и ситуацию не комментируют, спасатели и врачи тоже от общения с прессой отказываются. Заявление пока сделал только губернатор области Игорь Орлов. Предлагаю послушать. Сегодня, незадолго, перед девятью часами, в здании управления ФСБ по Архангельской области произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства. Есть пострадавшие со стороны силовых органов власти, органов власти региона, предприняты все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить надёжное функционирование всех и вся в связи с произошедшим преступлением. Мы оцениваем последствия, проводится определение и типа взрывного устройства, и всех необходимых действий, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая, поскольку пострадали люди. Ну и мы предприняли меры для того, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений Архангельской области. Вся система реагирования региона сработала надлежащим образом, ну и я думаю, что в течение ближайших минут мы определим степень угрозы и предъявим все необходимые дальнейшие решения. Я ещё расскажу, что вся информация пока предварительная к этому часу. Добавлю, что движение по проспекту Троицка от Воскресенской до Поморской перекрыто и возможно на весь день. Когда оперативники закончат работу у здания ФСБ, пока не ясно.